Племенной завод имени Калягина, который расположен в Ипатовском огруге, много лет обогащался на Ставропольских землях. А при их передаче из федеральной собственности в Краевую выяснилось, что предприятие пользовалось участком в 30 гектаров незаконно. В 2019 году этот участок был передан в аренду инвестору, который планирует реализовать там крупный проект в сфере животноводства. Но на этом история не закончилась. Теперь земля фигурирует в очередном судебном разбирательстве. Племзавод, который раньше располагался на этом участке, пытается получить от государства 355 миллионов компенсации. Именно столько средств, по их словам, они вложили в эту почву. Сейчас рассматривается очень своеобразный судебный процесс. То есть лицо, которое незаконно использовало участок, и это подтверждено вступившим в закону силы решением, что пытается с бюджета Ставропольского края взыскать 355 миллионов за якобы произведенные на этом земельном участке улучшения. Что они имеют в виду под улучшениями? Они предполагают, что бюджет должен заплатить за все те удобрения, которые они в течение деятельности на этом земельном участке вносили в целях получения урожая. Министерство имущественных отношений, в свою очередь, считает, что назвать это улучшением земельного участка нельзя. Это обычная плановая деятельность, которую должны осуществлять подобные предприятия для своей же выгоды. Сейчас суд на стадии принятия решения о назначении экспертизы. Мы категорически выступаем против этой экспертизы, потому как считаем, что она не позволит установить истинную подделу. А если бы имеется какие-то объективные доказательства о существовании этих каких-то неоделимых улучшений, якобы произведенных, ничего стороне не мешало предъявить их в суд сразу. Миномущество намерено доказывать свою правоту до конца. Следующее заседание арбитража назначено на 25 апреля. Дарья Северенко, Максим Квитковский, АТВ Ставрополь.